А как здесь? Слушайте, товарищи, простите, пожалуйста, вы не видели поезд? Поезд, не приходил поезд. Поезд. Что, уехал уже? У нас тут грошка. Вот, что же делать, что-то делать? Господи, Господи. Саша, Саша, ну что вы в ежной походке ходите и здоровайтесь со всеми? У нас тут поезд уехал. Ну, Господи, он им делает ручки, ну, посмотрите на него. Снял ручка, еще не хочет. Ну, Саша, ну, поезд, поезд, уехал уже. Ну, что идешь, что делать? Этого не может быть. А как это не может быть? Вот только шоу, только кто-то мюджет сказал. Такой, поезд из Москвы никогда не приходит без обмежа. Ну и шо? А то, что об этом мне сказал же одесская традиция, мало того, даже есть песня. Ну, вот смотрите, песня есть. А поезды нет. Ой. Я предлагаю успокоиться и отыграть, что заплочено, пусть оно в гарантии не планирует. Ну, слушайте, вы правы, добывайте, давайте. Давай, как учили, давай, не стань, не стань. Вот игра у нас с аксапой, самый измирной. Барабанщики ездятся в барабан. Люди рядом суетятся, поезд ранее ждут. Люди рядом суетятся, поезд ранее ждут. Это проект, скажем так, все начиналось с того, что хотели сделать после спектакля, привезти ребятам, а потом уже получилось так, что вот подумали и выставку не плохо, и встречу с писателем не плохо, пообщались с руководством госпиталя, и действительно послышали от них, что есть такая проблема, того, что ребятам не нужно что-то давать, кроме лекарств. Они должны получать применение, чтобы такое, что будет быстрее действовать на лекарств. Ну а что это может быть лучше, чем птическое искусство? И потому был задуман такой проект. На самом деле этот проект продолжение другого проекта, который был создан 25 лет тому назад. Этот проект был о художниках и назывался «Нужно себе сохранить». Как сейчас, как никогда, этот лозунг очень подходит всему тому, что мы стараемся здесь сделать. Этот проект начался именно с художников, с тем, что прошлые пятки мы открыли у нас на путь двух художников. Это Василий Андреевич Паникарко, неколепного журналистка, которого, к сожалению, с нами уже нет. Но его картины, они настолько радостны, они настолько сочны, они настолько передают вот эту одесскую атмосферу. А также картины заслушанного художника Украины – это Ольга Прокопенко, Ольга Прокопенко, которые то также выбрасывали стены круга госпиталя. К тому же был проведен еще и мастер-класс. Сегодня же мы пригласили театр одесской песни «Есть у нас в Одессе такой». Совершенно удивительный театр, которого я, в общем-то, тоже раньше не знала. Называется он красиво «Фан-кон». История очень интересна. Он поступает уже достаточное количество лет. Скажем так, что мне нравится в этой трупе, там поют, начиная от, как говорится, ну, скажем так, дети, да, там, мы замечательные совершенно мальчишки, и уже более взрослые актеры. То есть, как бы, показывая нашему Одессу, что мы талантливы, буквально, как говорится, от и до. Вот. И, например, один из, как говорится, сейчас главных героев этого спектакля, Александр, он когда-то был как раз вот этим самым, вот этим вот как раз мальчишкой, который, значит, вот играл эти роли, которые сейчас играет вот мальчуга. Все песни написаны на стихи совершенно великолепной поэтессы. Светланы Домской. То есть, я даже не знала, что, оказывается, какое количество стихов написано в нем. То есть, более 400 песен. Вот, да. И этот театр сейчас развивается. Он набирает новые силы. Сюда пришли новые, молодые актеры. Следующим нашим, такой следующей пятницей, потому что эти мероприятия все проходят у нас по пятницам, будет также встреча с очень интересным человеком, с дедушкой Эглеси. Дедушкой непростой, которая, ну, скажем так, она не совсем, как говорится, скажем так, по жизни здоровая, но она здоровее всех остальных. Она увлекается полным спортом. Она водит машину, несмотря на то, что ее опыты. Они сняли великолепный фильм. И мы хотим познакомить ребят, показать этот фильм. Особенно это будет важно для тех, у которых, может быть, какие-то ранения, которые увлекут в дальнейшем некоторые проблемы. А вот что ничего же не останавливается, что человек может быть реализован в любом состоянии. А также мы покажем ее совершенно замечательные работы, волшебные работы. Это фото-картины, я бы сказала. Это лошади. Это, в общем-то, все, что связано с полным спортом, с лошадкой. То есть, на самом деле, это будет большой цепь, будут еще мастер-классы, будут встречи с писателями. Мы планируем встречу с Виктором Глюковым. Совершенно замечательно. Удивительно. Капитаном, яфтсменом писателем. Ну, что это будет тоже незабываемая встреча.